Это значит, что наш экипаж выполнил все предстартовые проверки, скафандры на герметичность проверены, проверено все оборудование, состояние корабля в порядке, и теперь есть небольшой запас времени, когда экипаж может... Ну, если можно назвать это отдохнуть предстартовым... Экипаж — это три человека, да? Экипаж — это три человека, да. И вот они слушают эту музыку. Они выбирают эту музыку? Да, каждый... Или им просто предлагают? Или они заранее определяют, что вот мы хотим это слушать? Да, они заранее свои предпочтения высказывают, поэтому сейчас они слушают то, что они действительно хотели бы слышать. Какая традиция, прям. Да. А вы знаете, когда она возникла? Я затруднюсь сказать, когда она возникла, но она связана с тем, что ведь ты садишься в корабль, и корабль должен стать четко в заданное время, до секунды. Но проверки не всегда проходят гладко, поэтому садимся мы в космический корабль заблаговременно. И если все прошло штатно, как в основном и проходит, остается время, когда экипажу нечего, по сути, делать. И это очень хорошая идея, дайте послушать. А кроме... ...традиции? Традиции, безусловно, есть у экипажа. Вот сейчас мы с вами видим и руководителя космического агентства, Дмитрий Олегович Рогозин. Вот он обходит ракету, наверное, один из крайних людей, которые находятся на стартовой площадке, так близко к ракете. И он, уже было отмечено, обходит против часовой стрелки. Это тоже не случайно, это хоть такая традиция. Вы знаете, вот это лучше спросить у Дмитрия Олеговича, конечно. Если бы мы с вами сейчас были в программе «Что, где, когда», я мог предположить, что это так же, как связано с силой Кориолиса, вращение земли, и с тем, что в северном полушарии у нас вода закручивается. Закручивается. Против часовой. Против часовой. Может быть, да. Сознательно мы тоже все любим как-то такое направление в северном полушарии. Не знаю, брать не буду. А говоря о традициях, у экипажа тоже есть ряд традиций. Ну, конечно же, я уверен, многие знают, что экипаж перед стартом, накануне. Все вместе смотрят «Солнце пустое», легендарный фильм для космонавтов. По крайней мере, это хорошая, добрая, тёплая традиция. Мы все сажаем дерево перед своим первым стартом, перед вторым или следующим традиционно, символически поливаем своё дерево. Поэтому я не сказал бы, что их много, традиции, но они действительно есть. Лют обходит, продолжается. Он, представляется, более символический, что ли. Но от этого обхода мало что зависит, нет? Безусловно, да. Я представляю, какой груз ответственности, когда ты на своём уровне можешь... И можешь с чем сравнить? На своём уровне имеешь какую-то ответственность, ты можешь представить... ...ответственность на высоких руководителях. Поэтому я уверен, для него это определённый эмоциональный момент. Ну, я не сомневаюсь. Я вам больше скажу, что я не могу уметь. Скажу это совершенно откровенно. Потому что это всё-таки... Да, что говорить. Вы правильно говорите. Всегда важно быть и чувствовать, где твоё место, и быть на своём месте. Да. Красиво как. Красиво. Знаете, вот когда я говорил насчёт того, чтобы видеть землю, вот нашу землю оттуда, у меня мелькнула такая мысль, что если бы можно было как можно больше людей поднять, ну, вот наши герои, так сказать. Юлия Пересей и... И Антон Шкаплеров в центральном кресле командира. Да. Вы знаете, Владимир Владимирович говорит о том, как выглядит наша земля из космоса. Да. Я в... ...вё... ...правлёте, как бы мало спать мне сегодня не осталось. Как бы я не устал, я всегда приходил к самому большому иллюминатору и 10, 5, 10 минут просто смотрел. И каждый раз, когда я это делал, руки инстинктивно тянулись к камере, потому что это так красиво, такие чувства испытываешь в этот момент, что обязательно это запечатлеть. Видео снимали? И... Дмитрий Олегович. Дмитрий Олегович, добрый день. Только что завершён обход ракеты против часовой стрелки. Что это значит? Это традиция, это проверка председателем государственной комиссии завершения основных работ перед эвакуацией воевого расчёта со стартового комплекса. Визуальный осмотр того, что операции завершены, что не осталось стартовиков на фермах обслуживания. Сейчас все представители боевого расчёта направляются в бункеры защитные, командный пункт, те, кто отвечают за пуск ракеты. Поэтому всё, взводим, взводим ракету на, как говорится, на старт. Таким образом, готовность номер один. Совершенно верно. Давайте команду на эвакуацию, Дмитрий Олегович. Она уже дана теми людьми, кто за это отвечает. Теперь командуйте нами. Хорошо. Давайте поехали на наблюдательный пункт, будем там наблюдать за завершением всех операций. Спасибо большое, Дмитрий Олегович. Владимир Олегович, Александр Александрович, возвращаем вам слово. Ну что ж, мы на месте. И вот эвакуация. Два вопроса. Первый вопрос. Это далеко эта эвакуация? Это на машинах уезжают? Или как это? Да, Владимир Владимирович, всё правильно. Всё на Байконуре. Космодром, в принципе, огромный по площади. Ну это вот видно, мы смотрим. Прямо гигантское такое место. Поэтому эвакуация, это перемещение на безопасное расстояние удаления от ракеты всего персонала. Кто находится достаточно близко, они, или должны находиться, они находятся в защищённых бункерах. Вот эти, простите, я перебил. Вот люди уходят. Бункеры на каком расстоянии? Примерно. Их несколько, и они находятся на расстоянии от нескольких десятков до сотен метров. Даже так? Да. А те, кто будут просто наблюдать за стартом, ну, кто не участвует в процессе управления, они находятся на наблюдательном пункте, который удалён на несколько километров. Несколько километров? Да, да, да. Такова силы, что ли, этого, не знаю, что огня? Потенциала заключённого в топливе, которого там очень много. Ну, это правильно, безопасность прежде всего. И, кстати, вы о топливе... Вот сейчас мы с вами видим как раз, как видит невооружённым взглядом наблюдатель, с наблюдательного пункта человек. То есть вот сейчас мы видим приближение картинки, да, это уже чуть ближе, чем находится наблюдательный пункт. Вот такое расстояние требуется для соблюдения безопасности. Такого расписания, 50-й. Мы уже несколько раз упоминали, говорили слово «топливо». Я вычитывал такую любопытную цифру, что сама ракета весит 30 тонн, а когда она заправлена, она весит 340 тонн. То есть в 10 раз больше, так? Да. В 10 с лишним даже. Практически 99-98% массы — это топливо, которое нам нужно для того, чтобы разогнать небольшой по относительной массе космический корабль, около 7 тонн, до первой космической скорости. До той скорости, когда корабль в состоянии остаться на круговой орбите нашей планеты. То есть до скорости порядка 8 километров в секунду. А что это нам показывает сейчас? Вы не знаете, что это за вещь? Какие-то трубы? Вот это вот что такое? Я не думаю, что это заправка ракеты, хотя точно заправка проводится вот в самый... Она длится около двух часов и проводится, по сути, одновременно с тем моментом, когда космонавты одевают скафандры, проверяют их на герметичность. То есть ракета до этого момента находится не заправленная на стартовой площадке. Вполне возможно, что это именно вот эти трубопроводы. А космонавты уже внутри, когда ее заправляют? Нет. Они входят в заправленную? Да, входят они уже в заправленную, в принятую ракету. Но вот сейчас мы опять с вами видим кадры. Обращаем внимание, если ракета серая, это значит, что она еще была не заправлена. Вот сейчас лайф, видим, что баки все покрылись и не мельтем. Да, да, да. Значит, сейчас она уже заправлена. Мы слышим доклады различных должностных лиц, которые обеспечивают и проводят пуск. Но там еще какие-то люди есть, то есть эвакуация еще не завершена, так сказать. Но она идет плановым, она идет плановым таким порядком, то есть это не значит, что все вдруг куда-то уходят. У каждого есть свое время. Очень четко это все сделано. И четкий порядок, да, кто когда-то. Все рассчитано по минутам. Безусловно, безусловно. Да, да. Первая расчетность вести управления патентам, готовность эвакуровать от уровня 300-33. Теперь вот это вам что-нибудь напоминает, то, что вы сейчас видите. Да, я, честно говоря, благодарен, что мы сегодня с вами здесь, потому что вот с этой позиции, с этого ракурса я точно не наблюдал. А, вот, вот. Да, да, да. Как же это происходит и действительно какое-то волнение присутствовать начинает. Это выходит из гостиницы. Да, это гостиница «Космонавты». Территория, где космонавты, экипаж и инструктора проходят обсервацию в течение двух недель с небольшим. Там они проходят предстартовую подготовку. И вот уже непосредственно с этого места экипаж, основной и дублирующий экипаж, выезжают непосредственно из города Байконур на космодром. Так называемую 254-ю площадку. И, возможно, наши зрители сегодня не в курсе, не знают, что основной и дублирующий экипажи с момента сдачи экзаменов, финальных экзаменов в «Звездном городке» до старта основного экипажа, они перемещаются разными самолетами. То есть они летят в разных самолетах, в разных автобусах ездят, да. И, как мы можем догадаться, это тоже делается для обеспечения надежности работы системы. Для того, чтобы, мало ли что, не дай бог, случись с основным экипажем, дублирующий экипаж всегда мог занять свое место. А вы когда-нибудь были дублером? Конечно, практически каждый космонавт, прежде чем встать в основной экипаж, сначала проходит подготовку в качестве дублера. Зависти не возникает к тем, которые впереди? Хороший вопрос. Я думаю, что очень важно для каждого, я могу говорить только за себя, для каждого очень важно всегда делать то, что ты делаешь сегодня, максимально хорошо. И это само по себе будет приближать твой следующий шаг. Следовательно, когда ты дублер, ты должен сделать это тоже хорошо. И вот мы с вами видим бескрайние просторы нашего космодрома. Как раз космонавты едут на площадку 254, да? Да, да. Вот они приехали. Вообще, вот они все счастливые, улыбаются. А вот, ну как вы думаете, все-таки немножко сердце ёкает? Ну, на вид абсолютно. Не ёкает. Как будто они зашли в кафе вообще, такое ощущение. Знаете, у меня сердце ёкает, а у них нет. Вот это как понимать? Вот у меня, если я говорю ёкает, я имею в виду, что какое-то такое волнение присутствует. Это не в смысле опасения, а в смысле торжественности и ответственности момента. А там не ёкает, потому что всё-таки ты вовлечён в этот процесс изнутри, делаешь то, что должен делать. А когда я задумываюсь, а почему же всё-таки, там, ну, не страшно стартовать, то прихожу к выводу, что в основе лежит такое качество, как доверие. Доверие большой, большой системе, в которой большую часть людей ты даже и не знаешь лично. Ну и вот мы сейчас видим экипаж в скафандрах. Они проверили скафандры на герметичность. И это такие непродолжительные минуты. Сейчас они общаются с нашими руководителями, получают самую... Последнее напутствие. И напутствие, и информацию о статусе работ на ракете, на корабле. ...курс в Центре подготовки космонавтов. Ну, а я просто сделаю какой-нибудь огромный космонавт. Это правда. Вчера только последний день обсуждали. Ребятки, мы вас любим. Так, значит, отсюда они куда едут? Отсюда они сейчас уже выйдут, опять же, к своим автобусам. И едут на 31-ю площадку, на стартовую площадку. 31-я это там, где стоит... Ракета. Ракета, да. Да, вот они пошли, да? Да. Обратите внимание, каждый космонавт идет к ракете со своим индивидуальным чемоданом. И я всегда спрашиваю, как вы думаете, что же такого, учитывая, что мы доверяем системе, ты должен нести сам с собой к ракете и не можешь это положить заранее в корабль. И что же это такое? Когда мне отвечают, конечно, версий много, что это и частица родной Земли. Ну, вы, например, чемоданчик. Чемоданчик. Которая нужна для того, чтобы обеспечить комфортный температурный режим внутри скафандра. А-а-а. Ведь скафандр же он герметичный и предназначен для спасения жизни экипажа в случае разгерметизации космического корабля. А знаете, почему я об этом говорю? Нет. Чтобы мы могли, и наши телезрители могли представить, сколько же в каждом из нас с вами заключено энергии. А когда экипаж, космонавты подстыковываются к штатной системе вентиляции в корабле, то для того, чтобы снять тепло, которое мы излучаем в режиме спокойствия, когда ты не работаешь, через скафандр проходит 183 литра воздуха в минуту. Только для того, чтобы снять тепло, энергию, которую мы излучаем, не прикладывая усилий. И тогда я сам себе говорю, а сколько же мы можем энергии выплеснуть или потратить целенаправленно, двигаясь к какой-то цели, которую ставим перед собой. И прав был Владимир Семенович Высоцкий. Нет тех вершин, что взять нельзя. Вот таких моментов я думаю иногда. А мы с вами видим, как экипаж приехал на 31-ю площадку. А вот эти чемоданчики. Да, вот те самые чемоданчики. Это финальный доклад руководителю космического агентства. Так. И сейчас они уже... И сейчас руководители проводят экипаж, традиционно проводят экипаж до лифта к ракете. Это традиция тоже. Это и традиция, но лично я всегда стараюсь любые традиции смотреть, на них смотреть через призмы здравого смысла. И здесь он тоже присутствует. Скафандр сшит индивидуально. И сшит для максимально комфортного нахождения в ложементе, в позе эмбриона. И в нем очень неудобно ходить, потому что... Неудобно ходить. Неудобно, да. Но зато удобно лежать. Ну, сидеть, скажем так. Да, да. Сидеть на спине в нем удобнее, чем ходить. Поэтому и помогают, держа слегка под руку, для того, чтобы не оступился. Я вот смотрел, что держат под руку и думаю, отчего. Что человек, может быть, плохо себя чувствует. Или глупость, конечно. И плохо чувствовал, не полетел. Не хочет лететь. Да. И вот так вращаются. Да. А эти маски, которые на них надеты сейчас, это же по поводу пандемии. Безусловно, да. Это не имеют отношения к самому предмету. Да. И видно, что сильно ветрано. Смотрите, как... Там всегда, говорят, ветер? Или как? В степь. В степь, да. Так. Ну, вот. Вращаются. Командир, как и положено, ему крайний. Поднимается по ступенькам. Последней очереди, да? Да, да, да. Так. Снял маску, чтобы все видели. Юлия снимает маску. Ага, все без масок теперь уже. Да. Может быть, они в этот момент уже в корабле. Знаете, я насмотрю на это, я думаю, все-таки... Вот некоторые говорят, вот, телевидение кончается, там, соцсети и прочее. Только телевидение может сделать так, чтобы вы видели то, что происходит в тот момент, в ту секунду, когда это происходит. Действительно? Ну, это так. Ну, кто еще? Я целиком полностью доверяю вашему профессионализму и авторитету. Сила, телевидение. Больше ничего не может. А если на сотовый телефон снимать и в соцсети выкладывать? Вот, пока вы снимаете и выкладываете. А вы здесь. Вы просто при этом присутствуете. Это совершенно для меня... Поэтому я такой поклонник прямого эфира. Это же прямой эфир. Да, да, да. Соглашусь с вами, конечно. И никто не знает, что будет через секунду. В этом нерв. В этом... Вот. Ну, вот лифт поднимается на 10 этаж. Да, там 10 этажей. Ну, по сути, да, можно... В высоте. Да, да, да. Сопоставить с высотой 10-этажного дома. Ну, вот. Ой, прям улыбаются, довольные, страшно. Ой, хотел бы я задать вопрос, конечно, Юлии. Я думаю, вам представится эта возможность. Ну, это потом, понимаете? Это потом. Это... А тут, когда человек прям сходу не обдумаю. Да. Да, ну, в общем... Ну, посмотрели. Давайте послушаем нашего корреспондента Константина Панюшкина. Конечно. Константин, пожалуйста. Работаем! Уважаемые телезрители, ну что, приветствуем вас с наблюдательного пункта. Два с половиной километра от стартовой позиции мы эвакуировались. Эвакуировались абсолютно все. Там сейчас на стартовом столе нет никого, ни сотрудников, которые разошлись по бункерам, защищенным от огня. Ну, а мы, журналисты по команде Дмитрия Рогозина, переместились сюда, на наблюдательный пункт. Хочу вам сказать, что, да, некоторые остались. Остались телекамеры, которые первый канал режиссерская команда разработала именно для того, чтобы увидели сегодня ту трансляцию пуска ракеты, какую вы не видели никогда. Вот совместное производство Роскосмоса, Первого канала, нашего генерального партнера Банка Тинькофф и официального партнера Мегафона сделать все возможное для того, чтобы сегодняшний пуск стал историей. Ну что, мы будем следить отсюда за стартом ракеты с дистанцией два с половиной километра. Обещают, что жарко будет и здесь, несмотря на то, что такая большая дистанция. Готовимся, занимаем места. Лучшие места, как всегда, у зрителей первого. Пока что возвращаю вам слово, Владимир Владимирович. До старта осталось меньше десяти минут. Меньше десяти минут. Это, ну, вот так. Значит, ну что хочется сказать. Наверное, в самой, вот мы видим, что в самой кабине, что ли, проверяем. Да, в спускаемом аппарате мы видим экипаж. И я, конечно, честно, очень заинтригован тем, что сегодня, как мы услышали, будет возможность посмотреть старт с таких ракурсов, с которых он не снимался никогда. Поэтому, действительно, уникальный момент для всех, для нас. Даже для вас ведь, для вас, ну, летчика-космонавта, вы этого не видели. Да. Не могли видеть. Да, не мог. Не мог. А что происходит вот в эти последние минуты? Что делают космонавты? Проверяют что-то? Все еще проверка идет какая-то? Как мы с вами видим уже сейчас по... Как вы сказали, благодаря телевидению, мы видим, что экипаж с закрытыми гермошлемами. Это значит, что комплекс средств спасения готов к работе, они притянуты ремнями. В руках каждый держит... у командира есть специальная указка. У каждого члена экипажа свой наколенный планшет, в котором находится бортовая документация. И, по сути, сейчас они уже сфокусированы на... вот та указка, о которой я говорил. Да, да, да. Сейчас они, по сути, сфокусированы и ожидают контакта подъема, который сегодня будет в 11 му... ...времени. И при этом они, конечно, общаются с инструктором, который готовил экипаж. И сегодня он тоже там, на полигоне, на Байконуре. И, что интересно, его позывной 16-й, 3-й. Это как? Вот это исторически, ну, наверное, много есть причин, почему исторически так сложилось. И большое количество лиц, участвующих в организации проведения, делают определенные доклады. И каждый из них имеет свой позывной. Так. Позывной инструктора, который находится на связи с экипажем, 16-й, 3-й. А самый главный человек, так называемый, стреляющий. Стреляющий? Да. Так. Это главный руководитель, который обеспечивает синхронизацию и работу всех... ...всех больших команд, участвующих в процессе подготовки и старта ракеты. А вот с этой... Все-таки что делает командир? Смотри, он, ну, куда-то... Нажимает, да. Нажимает, собственно, на что? Он либо переключает форматы на пульте космонавтов, то есть форматы, это ты выбираешь ту индикацию, которая тебе нужна в тот или иной момент, которая показывает, как работает та или иная система. Не отключен от включенных транспортов. А все-таки некоторая проверка продолжается. В данный момент он подготовился к старту, выбрал нужное исходное состояние. Безусловно, правильный аспарант, те, которые должны гореть, горят, которые не должны, не горят. И 11.51, 4 минуты до старта. сейчас уже наверное тишина везде в том числе в эфире я думаю что все замерли да да но мы с вами продолжаем говорить все таки вот потому что я полагаю что но я хочу во первых я не мог удачного прекрасного полета и на радость вообще всем нам потому что это важное дело это важное дело это как вам сказать это дело оптимистическое на мой взгляд и мне очень хочется чтобы чтобы это было просто прошло на яд я абсолютно разделяю ваше мнение и учитывая какое количество сил энергии даже сложно представить какого количества людей потрачено этот проект осуществился мое мнение что с на на главное что он нам может дать это уверенность в главах мальчишек и девчонок что космос где-то далеко и не где-то про кого-то выращенных из проверки это абсолютно реальность особенно сегодня доступная для каждого нужно только захотеть пожелать и начать двигаться к этому в этом направлении и если этот проект пройдет хорошо в коме люди смогут реализоваться в космосе благодаря тому что вдохновятся сегодня да сколько же осталось осталось две минуты две минуты к старте будет через две минуты таки нет сейчас уже эта команда прошла уже прошла уже запущена циклограмма последовательности операции которые должны пройти с должны случиться до того как ракета поднимется со стартового стола и мы с вами слышим вот эти трансляции команд которые те многочисленные участники стартовой команды транслируют и докладывают стреляющему вот первому а стреляющий по сути это главный человек момент старта который мы его видим здесь не я полагаю что да да главный человек который координирует работу всех коллективов работающих с ркк энергии на полигоне с ракетно-космического центра прогресс с центра эксплуатации наземной космической инструкции инфраструктуры главный человек и вот у нас уже меньше минуты а когда начинается обратный отсчет он уже идет он идет 45 секунд до старта вот это подпала кабель мачта кабель мачта так он другого не принял первый пуск пуск зажигание старт ух пошла вы не поверите я вспотел это что-то замечательное совершенно замечательное я очень рад что смог при этом вот таким образом присутствует и мне очень посмотреть на этот процесс вот с сегодняшнего ракурса сегодняшней позиции стабилизация устойчивая стабилизация устойчивая давление в кадр одмитрия в норме появление в камере сгорания в норме тангаж тангаж рыскание вращение в норме тангаж рыскание вращение в норме самочувствие экипажа хорошее на баку порядок майор 70 полет нормальный ощущаем нарастание перегрузки есть небольшая вибрация 80 Параметры управления ракетоносителя в норме. 90 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. Есть параметры управления ракетоносителя в норме. 100 секунд. 110. 110 секунд. Доложите информацию, какую вы доложили. 120. Есть отделение первой ступени. Есть отделение боковых блоков. Параметры управления 762. Как приняли? Принял 762. Норма. Стабилизация устойчивая. Стабилизация устойчивая. 140. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. 120 секунд. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 150 секунд. 150 секунд. Наблюдаем изображение с внешней камеры. 200. 200 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 200 секунд. Параметры системы управления ракетоносителем в норме. 220. Полёт нормальный. Время КП. Тринадцать часов. Вести двадцать секунд. Как слышите меня? Выше вас хорошо. На борту порядок. Самочистая экипажа хорошая. Объединения изделия устойчивая. 240. Двигатель второй ступени работает нормально. 240 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 250 Ангаж, рывка нет, вращение в норме У вас больно, строй 260 Параметры конструкции ракеты-носителя в норме 260 секунд, параметры в норме 270 Параметры системы управления ракеты-носителя в норме 280 Параметры системы управления ракеты-носителя в норме 280 280 280 280 280 280 280 280 Есть строительство 3 ступени Есть заказы движителей 3 ступени Есть за включение движителей в 2 ступени Есть отделение 2 ступени 16 Есть отделение 2 ступени Подтверждай отделение 2 ступени На борту порядок Самочувствие экипажа хорошее Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. Параметры системы управления в норме. Слышу вас хорошо. Параметры системы управления в норме. 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 430 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 440 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 450 секунд полет нормальный 460 секунд 460 секунд параметры конструкции ракеты-носителя в норме 470 секунд 470 секунд двигатель третьей ступени работает нормально 480 секунд 480 секунд параметры системы управления в норме ПВК подготовили 490 секунд стабилизация изделия устойчивая 500 секунд полет полет нормальный 510 510 подготовьтесь контакт в отделение тангаж рысканье вращение в норме 520 секунд 520 секунд двигатель третьей ступени есть отделение космического корабля Союз МС-19 от третьей ступени ракеты-носителя Космический корабль Космический корабль Союз МС-19 вышел на околоземную орбиту Внимание по телеметрической информации зафиксировано раскрытие антенн радиотелеметрической системы антенн системы сближения раскрыты солнечные батареи корабля самочувствия Внешние элементы конструкции корабля полностью раскрыты Работает штатно Работаем по странице 35 Контакт в отделении прошел штатно Наддувка ДУ погас Принято РПВ-1 РПВ-2 Принято подтверждаем Ожидаем от вас первый замер контроля герметичности отсеков по таблице 3, 2, 1 Страница 35 Итак, свершилось Первый в мире киноэкипаж вышел на орбиту Именно теперь можно выдохнуть и сказать Пуск состоялся Точно в назначенное время На 31-й площадке космодрома Байконур стартовала ракета-носитель Союз-2.1а Месяцы подготовки Неземные усилия Переживания Все позади Теперь Юлия Пересклим Шипенко И профессиональный космонавт Антон Шкаплеров Один на один с космосом Ну и самое время, конечно Делиться впечатлениями Сложно представить Что творилось На наблюдательном пункте В момент старта Я надеюсь, что сейчас Нас услышит Ольга Паутова Оля работает На наблюдательном пункте И как раз Видела Как все это было Оль, я думаю У вас самая яркая Концентрация эмоций Вам слово Вы в прямом эфире Катя, ну видишь У нас повскакивали Все люди Невозможно было Усидеть и смотреть На это спокойно Это, конечно, Ни с чем Несравнимое действие Просто мурашки по коже И слезы появляются Сами с собой Вот сейчас рядом со мной Девчонки Я видела, ты тоже Плакала, Ань Почему? Что так поразило Больше всего? Да не из-за того, что страшно Плакала из-за того, что Просто в шоке Ну не может быть Ну не могу я себе представить Что моя мама сейчас там Это что-то нереальное Ну а расскажи Ты же увидела ее лицо Как они вот сейчас Отстыковались Все нормально Все прошло штатно В какой момент Ты смогла расслабиться? Да я сейчас-то еще не расслабилась Поэтому, ну как бы Все равно пока под напрягом Поэтому Ну три часа И они будут на МКС Мы будем за этим следить Вот Тогда успокоюсь точно Это прям Когда мама передаст привет С МКС, да? Да Вот сейчас я вижу У нас еще тут Софья Карпунина С главным нашим космонавтом Давайте покажем их Отмечают Удачный запуск У нас человек в желтой форме Расскажите, как он вообще Перешел запуск Не страшно было? Ну мне кажется, что В сам момент запуска Он спал У меня есть такое подозрение Просто я отошла к экрану Но потом он очень вовремя проснулся И пребывает в благостном настроении Так что я думаю, что все хорошо Дети же чувствуют своих родителей Значит все хорошо А расскажите, как вы Я вот слышала, края муха Что вы с подружками делились Что вчера не смогли сдержать слез Плакали, волновались Как сегодня? Каково вообще было наблюдать Как муж в космос? Ну я вчера растроглась Потому что мы виделись лично Это было волнительно И очень хотелось как-то там Обняться, поцеловаться и все прочее Но было нельзя Вот Ну и так давно не виделись И скоро еще тоже Ну не скоро увидимся Поэтому как-то были какие-то эмоции у меня А сейчас у меня положительные эмоции Потому что я думаю, что все хорошо На самом деле Я уже как-то свыкла с мыслью, что человек улетает Потом прилетит С нами сейчас вот находится семья Клима Шипенко Это Софья, жена Младший сын Дочка Расскажи, как тебе было? Каково видеть, как папа улетает в космос? Я не знаю Но что-то неожиданное Я никогда не видела, конечно Когда в космос улетает Ну А не было страшно, когда ракета полетела? Ну да, было немного Звук такой громкий был, да? Ай! Да, нас на самом деле Еще и тепловой волной действительно окатило Были правы Наше уже опытное семейство космонавтов Командир Антона Шкаплерова Сейчас я продолжаю делиться эмоциями Мы, пожалуй, к ним присоединимся Катя, это было что-то вау Да, Оль, ну правда По-другому и не скажешь Прям дух захватывает Как это было Представляю, что творилось у вас Это была наш корреспондент Ольга Паутова Мы всех поздравляем с успешным стартом С выходом на орбиту Грандиозное событие Ну и давайте теперь перенесемся в Центр управления полетом Он подключается к работе Как раз в момент выхода космического корабля на орбиту Именно ЦУП Своего рода нервная система Всей российской космонавтики Словно поводырь Он водит космические корабли В темноте Стыковские Выход в открытый космос Приземление Все под пристальным вниманием И из ЦУПа К нам присоединяется Иван Прозоров Ваня, что происходит у вас? Екатерина, добрый день Ну, что сказать 14 минут полет нормальный Мы здесь, конечно, очень нервно отчитывали минуты В отличие от Байконура Здесь не было такого ликования сразу после старта Потому что специалисты были сфокусированы, сосредоточены На работе всех систем На отделении всех блоков На раскрытии всех антенн И вот как только раскрылись Все необходимые системы Отделились все блоки Вот в тот момент, можно сказать Немножко спало напряжение Даже специалисты скупые на эмоции Поскольку здесь уже десятки запусков видят ежегодно И только тогда уже специалисты немножко расслабились Тоже дали воле эмоциям Но действительно, Центр управления полетами Сейчас главную роль будет выполнять В связи с космонавтами Сюда будет стекаться вся информация Телеметрическая, баллистическая Продолжает она сюда стекаться И, конечно, информация о состоянии космонавтов О состоянии участников экспедиции Об этом нам сейчас расскажет сам космонавт Олег Валерьевич Котов Он отвечает за подготовку медицинскую Космических программ Вот, Олег Валерьевич, хотел спросить Какие перегрузки сейчас были на взлете Всего-то 10 минут, казалось бы В какой момент сложнее всего было Вот космонавтам, в том числе новичкам Добрый день всем Действительно поздравляю всех С успешным выведением корабля Экипажа с экспедиции вызов в космос Это действительно такое важное Ответственное мероприятие Значит, мы говорим о переносимости Выведение прошло очень гладко Перегрузка не превышала 4,5 единиц Это время работы там первой ступени Что вполне укладывается в среднестатистическую Штатную нормальную работу Вы видели, что немножко перед началом Новички, участники экспедиции Немножко волновались Это было видно по рукам Вот это волнение типично ли для такого старта? Как с ним справляться? И это в пределах нормы? Ну, сразу скажу, что да Было в пределах нормы С точки зрения физиологии Потому что группа медицинского обеспечения Институт медико-биологических проблем Который работает здесь в ЦУПе Внимательно следит за состоянием здоровья Принимающий терметрическую информацию Да, были повышены некоторые параметры Но это вполне оправданно Особенно для тех, кто летит первый раз Поверьте, это случается даже с профессионалами Перворазниками Ну вот, а не профессионалам Придется выполнять на орбите Очень много различных задач И в том числе съемки Какие параметры будут отслеживаться? Как можете помогать вот отсюда с земли? Ну, надеюсь, что медицине помогать не придется Что мы будем только наблюдать и контролировать И все сложится И ребята сразу будут готовы К активной работе на станции Для выполнения своих прямой функций Для того, чтобы сделать красивое И, надеюсь, очень интересное Познавательное кино Но всегда все специалисты Не только медицины Но и по всем системам центра управления полет Всегда 24 на 7 Помогают, работают